всем здравствуйте и снова с вами я марина соловьёва решила вам показать узор вот из такой модели разобрать как он вяжется узор в вашу коллекцию 5 года так как вот узор в общем-то чаще самые интересные они повторяются и допустим в журналах бывает такое что 1 2 модели какие-то более так скажем интересные и когда просматривая журнал в общем-то себе допустим на заметку берешь какие-то ну несколько вот допустим модель моделей не так часто бывает что вот все сподряд модели хорошие и самые интересные модели повторяются для этого узора нам нужно 50 воздушных петелек связать вот что у нас получается это для того чтобы вот узор так можно сказать просчитать как получится здесь по узору вот эти вот крайне идут что вот они повторяются можно было убрать ну давайте свяжем так уже как есть я уже набрала 50 воздушных петель вижу пряжей elize forever 300 300 метров 50 граммах крючок номер 1 и 75 приступаем 3 воздушные петли подъема рядом столбик с одним накидом ну вот еще допустим если это из своего опыта я расскажу если не вязать образец попытаться сразу допустим на себя связать то какую вам приблизительно нужно вот вяжите цепочку либо по объему себя либо там по выкройке либо по одежде там прикладываете так чтобы вот она была не в натяжку а вот свободно и я так стала вязать что вот оставляю допустим вот немного лишнего чтобы потом если для рисунка немного не хватит то можно было сюда захватить либо пусть лучше останется в конце можно обстригнуть с краю и спрятать ниточку но это уже не знаю может быть это ей у всех хитрость увязать и ну вот я стала так делать первый ряд столбик с накидом две воздушные петельки отступаем внизу 2 воздушные петли столбик с накидом снова 2 воздушные петли здесь отступаем 2 воздушные петли и 10 столбиков с накидом 2 воздушные петли и теперь у нас будет 10 столбиков с накидом 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 Сейчас 1 2 3 4 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 петель отступаем 1 2 3 воздушные петельки на наборной цепочки на наборной цепочки и снова 10 столбиков с накидом 1 2 3 и снова 10 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 пропускаем 3 воздушные петли на цепочке основания вяжем еще десять столбиков с одним накидом 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 три 4 снова 5 воздушных петель 4 5 присоединяемся подарочку из воздушных петель двумя столбиками без накида 1 2 3 4 5 здесь отступаем 3 столбика с накидом и в 4 вяжем 4 столбика с накидом 1 2 3 4 2 воздушные петли в крайнюю вяжем столбик с накидом вот где у нас крайний столбик 10 с накидом вот сюда вяжем столбик 1 с накидом 3 воздушные петли это вот у нас уже идет вот 3 воздушные петли сюда мы присоединяемся столбиком без накида к столбику с накидом снова 3 воздушные петли вот присоединились снова 3 воздушные петли и нужно связать 2 столбика с накидом вот у нас в конце идет столбик с накидом и воздушные петельки вот к ним мы присоединяемся двумя столбиками с накидом можно здесь просто соединиться под не в петлю просто под петельки дальше 3 воздушные петли подъема 3 ряд вот уже пошел и снова рядышком столбик с накидом здесь уже идет арочка из семи воздушных петель вяжем столбик с накидом вяжем арочка из 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 присоединились вот сюда столбиком с накидом вот как раз столбики столбики у нас 2 воздушные петли и там где вот у нас было четыре столбика с накидом вот они у нас мы вяжем в крайнюю столбик с накидом далее идут 5 воздушных петелек 1 2 3 4 5 и вот у нас вот здесь уже как бы я говорила где лепесточки к ним мы начинаем как привязывать мы с краю вступаем 2 столбика без накида то есть вот не доходя вот этой серединке вот она у нас это серединочка мы с краю вступаем 2 потом ровно вступаем вот сюда вот эти серединке и потом уже после 2 у нас получается 6 столбиков без накида как это делаем вот 1 2 это вот она у нас идет к самому и 2 столбика без накида вступаем прямо вот в те которые у нас есть едва уже после под парочку из воздушных петелек далее идут воздушных петель на 2 3 4 5 6 7 8 сейчас мы пропускаем вот то что у нас идут 4 столбика с накидом мы их пропускаем и сейчас присоединяемся уже к следующий вот где у нас такие как бы лепесточки очень ажурно здесь воздушно 2 столбика без накида как я вот уже показывала в предыдущем вот здесь цветочки что ли два вяжем столбика без накида прямо вот в эти же и два уже просто под парочку то не у нас идут подряд далее 5 столбиков ой 5 воздушных петелек там где последняя петля но столбик без столбик с накидом сюда мы вяжем столбик с накидом так было четыре и в последней две воздушные петли и там где столбик с накидом был отдельно в него по им еще столбик 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 берем 1 7 ну вот я обычно подписываю прямо когда мне нужно если путаюсь там на глаз то подписываю что проще было вязание здесь присоединяемся двумя столбиками с накидом с одним далее 3 воздушные петли подъема вязание разворачиваем рядом вяжем столбик с накидом 2 воздушные петли присоединяемся вот под эту парочку из 7 воздушных петелек столбиком без накида снова две воздушные петли столбик без накида у нас идет вот четвертый ряд пошел в столбик мосту столбик с накидом две воздушные петельки и там четыре столбика с накидом 1 2 воздушные петельки и вот этого столбика у нас пойдет прямо под парочку из воздушных петель 1 1 столбик вяжется сюда и 3 вяжем мимо 1 2 3 далее 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 воздушных петель и присоединяемся вот там где у нас были столбики с накидом от столбики без накида вот к центральной вот где были 2 вот мы над ними к центральным присоединяемся двумя столбиками без накида у нас 2 с краю с этого края его две средние вот к средним и присоединяемся двумя столбиками без накида далее вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и вот это парочка у нас которая была много-много воздушечек нам нужно связать 4 столбика с накидом 1 вяжем прямо под нее 1 2 3 4 снова 5 воздушных петелек и присоединяемся вот к центральным из 6 центральным 2 столбиками без накида 1 2 снова 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и вот где столбик с накидом нам до него нужно связать еще три столбика с накидом то есть вот идут три столбика с накидом мимо и уже последняя четвертая идет в этот столбик так вот мы вяжем 1 2 все это прямо подарочку 3 и 4 вяжем в столбик прямо далее две воздушные петли и где столбик вяжем столбик это у нас вот уже ближе к завершение снова две воздушные петли и теперь под эту арочку просто вяжем столбик без накида снова 2 воздушные петли и в крайние вот у нас две вяжем 2 столбика с накидом 1 не не очень нравится когда вязать под арок ну как вот под просто мне нравится когда все-таки находишь где-то петельку и в петельку ввязываешь она тогда как-то равней что ли получается далее пошел у нас пятый ряд 3 воздушные петли подъема вязание разворачиваем и вяжем столбик с накидом рядышком столбик с накидом теперь 3 воздушные петли 1 2 3 где у нас был столбик без накида мы в него вяжем еще один столбик с накидом снова 3 воздушные петли и сейчас нам нужно вязать вот начиная с крайней 10 столбика с накидом вяжем столбик с накидом потом 2 вяжем над петель и над двумя воздушными петельками остальные вяжем прямо в столбики и 3 получается у нас идут уже по арочке вот и лепесточки они как бы давайте приступать 1 вяжем прямо в столбик 2 идут под арочку четыре вот идут сюда 1 2 3 4 и того у нас связано получилось 7 и еще три вот они вяжутся уже вот под этот под эту арочку уже как бы это лепесточек идет 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 здесь у нас идет воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 8 то у нас верхний лепесточек у цветочка получается теперь нам нужно вязать вот начинаем и раз три у нас было здесь после как вот сейчас три до того как мы начнем вязать вот следующие четыре эти ну или как это я уже по-своему просто объясняю как мне удобнее здесь вот идет 10 столбиков с накидом то есть вот в центральные вяжем и по краям вот получается три столбика с накидом я вижу до 1 2 3 идут просто под арочку теперь 5 5 вот сейчас 5 6 7 и 3 у нас опять идет под арочку для того чтобы 10 столбиков с накидом было связано вот они получается вяжутся средняя часть над столбиками без накида и дни до и после то есть как бы вот над лепестками над этими лепестками над этими уже 8 воздушных петелек 5 6 7 8 и снова 3 столбика с накидом уже идем под арочку теперь 4 прямо столбик столбик вступаем 5 6 7 8 9 это вот там вот мы вязали два мимо и точно также здесь идут вот мы дошли до сюда до сюда докуда 10 а вот вот две идут два столбика с накидом идут просто под над воздушными петельками провязываются и крайние идет это там где столбик с накидом идет него у нас там кто не закончится столбики теперь три воздушные петли столбик без накида столбик без накида столбик без накида снова 3 воздушные петли и два столбика с накидом над крайними столбик без накидом 3 воздушные петли разворачиваем вязание столбик без накидом далее 8 воздушных петель далее 8 воздушных петель не 8 там 7 с краю у нас идет 1 2 3 4 5 6 7 вот у нас как как жучок что ли вот получается по крайней дорожке мы его пропускаем и нам нужно вязать столбик с накидом как столбик появился снизу вот столбик вяжем вот так далее 2 воздушные петли вот у нас 6 ряд последний идет 2 воздушные петли и в центральные петельки столбиков с накидом вот здесь 10 столбиков с накидом то есть или можно смотреть что вот здесь были центральные которые 4 либо вот над ними так ориентироваться вот в принципе видно вот они как идут и вот над ними вязать 4 столбика с накидом 2 3 4 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 5 теперь столбики без накидом вот под эту арочку два столбика без накидах без накида снова 5 воздушных петель и 4 столбика с накидом ну вот смотрим где они у нас идут центральные там вот как они идут вот эти ориентироваться так проще ну кто как 4 4 столбика с накидом 4 столбика с накидом снова 5 воздушных петель 1 5 5 5 воздушных петель, снова 4 столбика с накидом, 1,2,3,4, 2 воздушные петли, столбик с накидом в крайнюю петлю из 10 столбиков с накидом. И теперь идут 7 воздушных петель, 1,2,3,4,5,6,7. Присоединяются они после окончания этого жучка или в крайние два столбика с накидом и воздушные петельки, когда они идут подъема. Вот такой у нас рисуночек получился. Вот для выравнивания, конечно, кто-то отпаривает, кто как, чтобы рисунок было видно лучше. Вот у меня даже узор получился больше, чем на модели. Там крючок используют полтора, у меня крючок чуть побольше. Вот такой узорчик получился в ненаразглаженном положении. Ну, конечно, когда его уже будет связано больше, то он будет более аккуратно смотреться и уже и рукам будет наметано под узор. По схеме, вот здесь, по модели, которая использована, вот здесь, здесь крючок полтора, пряжа в 100 граммах 566 метров. То есть, ну, чуть-чуть, скажем, у меня есть лишь 600 грамм где-то в 100 граммах, а даже, так скажем, ну, крючок там помельче. В общем, у меня свободней связано, значит, получается там, потому что, да, метраж там поменьше. У меня метраж больше. Просто крючок у меня побольше взят. Хотя, если кловеры, они, в принципе, немного потоньше, чем наши обычные крючки. Поэтому, в общем-то, можно считать, что кто как вяжет, еще по тому, плотно или слабо. В общем, всем спасибо за внимание. Разобрали мы с вами вот такой вот узорчик. Пишите в комментариях, если кому что нужно, обязательно постараюсь подсказать или помочь. До свидания.